Ну что случилось? Приехали, подогнали машины, начали грузить, все это самое, ломать и все. Квартиру эту получала царь с небесной Наташина, ну жены бабушка Григорьева Анна Антоновна. Вот за этой квартирой был закреплен сарай. В то время, когда здесь в Придонском ничего не было. Был сушильный завод и станция Подклетная, и несколько домиков. Потом построили завод, потому что после войны стране нужно было строиться, нужен был кирпич. Организовался вот этот поселочек. Ну и все это время, а вот в этом году все это снесли. Вы обращались куда-нибудь? Ну обращались, а что там? Архив утерян. Может умышленно утерян на силикатном заводе. Это однозначно, это не просто так, не самострой. Мне 82 года, я инвалидент второй группы, я ужник. Я возмущен отношением к нам во лобе администрации города. Нельзя забывать нас стариков, которые построили этот поселок, в котором живут и дети, а может быть и внуки уже. Рейдерского захвата ЖБИ-2 Инвест, тогда, простите, мы бессильны против такой власти. То есть ЖБИ-2 Инвест виноват в том, что здесь происходит сейчас? Я считаю, что не имея решения суда или распоряжения администрации города основе данных помещений, ЖБИ-2, просто нарушу законодательства. Мое лишнее мнение. Если кто-то не прав, поправьте меня. А здесь был гараж? Он на той стороне вот, за этим. Брала с силикатного завода, давали, как я получила на силикатном заводе аварию. Давали, кирпич выписывали с завода с силикатного участка, давали по списку. Всем давали, стояло на очереди. Ваш гараж уже снесли, да, получается? Ну, мы сами разломали. Ну, факт тоже, что это самое заставили, да. Писали, вот у нас, он не пришел человек сегодня, но мы здесь все присутствовали при этом. Он вызывал полицию. Вот, полиция здесь была. Когда здесь вот приехали и просто начали строить забор. У нас еще все сараи стояли, мы не выехали, ничего не выгрузили. Просто на наши вопросы, кто вы, что вы, представьтесь, вот был представитель этой организации, которая вот оторганизовывала весь снос, он не отвечал. А, мы просили предоставить документы, на основании которых они собираются сносить. Решение суда или разрешение жилищного департамента. Они сказали, вы сами понимаете, что у нас типа этого нет и не может быть, но там на верхах все знают и все согласовано, и типа все это с их согласия, а вы тут никто и ничто. Ребята, объясните, пожалуйста, телевидению, кого и от чего вы тут охраняете? Мы охраняем, чтобы не было посторонних. Труда 72, езжайте там и задавайте вопросы. И прошу, чтобы департамент земельного и имущественно-земельных отношений попросил бы извинения за то, что неправильно указан адрес данного участка. Редактор субтитров А.Семкин